Так, меланхолично продолжаем. Вот современная картинка. Видно более-менее? Это логеритмическая шкала H, этой самой нуклеотидной изменчивости популяции. Вот, значит, это почему-то проценты. То есть это 10-4, а это 10-1. Это проценты. И здесь данные по всем видам, как они были, значит, два года назад, цвет точки отражает ее систематическое положение. Вот самые изменчивые, в основном, красненькие, это ретроподы. Вот, самые мало изменчивые, вот здесь вот сюда, можно, чтобы чуть-чуть вверх длинать, чтобы низ был виден? Еще, еще, о, вот. Самые неизменчивые, самые мало изменчивые, здесь минус 4 изменчивость, это енотовидная собака и рыць. Еще какая-то длина. А самое изменчивое, а теперь давайте обратно, спасибо. А самое изменчивое, это Сиона Сувиньи. 7 процентов. Но это устарело. 15 процентов изменчивость цинорады цисбейнария. Знают все цинорады цисэлеганса, это цинорады цисбейнария, которые, не говоря, муфродита, значит, перекрестные. Вот, а еще более изменчиво гриб-шизофилум, который наша лаборатория изучает в Машу Баронова. У нас гриб-шизофилум еще на 5 процентов бьет цинорады цисбейнарии, и вот эта статья сейчас, наконец, будет принята с описанием этого гриба в МБРе. То есть там в четырехкратно выраженных сиономических сайтах после всяких поправок изменчивость 20 процентов. И это ни в какие ворот, конечно, не лезет. И почему этот гриб такой изменчивый, мы, в общем, не понимаем. И рецензенты говорят, вот, говорит, как это, а почему, говорит, почему это на вас такой? Откуда я знаю, почему он такой? Вообще, странные люди, там, публикуют статью, что земля не как бы, а квадратная. Они говорят, мы, говорит, статью не возьмем, пока вы не объясните, почему она квадратная. Откуда я знаю, почему она квадратная? Квадратная, квадратная. Вот. Тут много этого гриба живет на духах полка. И вот для такого изменчивого гриба уже нельзя считать его изменчивость малой величиной. И поэтому вся эта красивая картина, когда изменчивость разбивается на отдельные полиморфные локусы, в каждом из которых в основном всего лишь два аллеля, она вот для таких гиперполиморфных тварей, как этот гриб при рационаре области с бейнерами, уже начинает пульситься. То есть нельзя считать аж эпсилоном. Какой же он эпсилон, когда он точка два. Но для подавляющего большинства видов вот изменчивость порядка одного процента. Человеку, которому изменчивость одна десятая процента, он наоборот малоизменчивый вид. Мы малоизменчивы. Вот. Это замечательный обзор, который на сердце желающие могут прочитать. Но, впрочем, понимание этого дела сильно не изменилось. Можно теперь обратно вернуться? Значит, история вопроса замечательна тем, давайте я совсем коротко расскажу. Значит, в 1938 году дедовшке Добрянский и Старкланд опубликовали данные по изменчивости макро на уровне инверсии. И потом следующая молекулярная игрушка была предоставлена господам эволюционистам только в конце 60-х годов под названием белковый электрофагрис. Когда, значит, научились гонять белки в электрическом поле, в геле, и смотреть, какие белки двигаются быстрее, какие медленнее. Оказалось, что, значит, ужасно много поливорфизма. Это сделали Леонтин с авторами на мухе и Хэррис такой на человеке в 67-м году. И после этого, хотя отдельные и до этого были наблюдения электрофагрисические изменчивости высокие, но вот почему-то в 67-м году все как ступи сорвались и стали изучать изменчивость на уровне, значит, вот электрофагрисческой подвижности белков. И 15 лет никто ничем не занимался, только, значит, все это изучали. Потом там были рестрикционные фрагменты, и в 83-м году Мартин Крэйпен, тогда еще пациента не было, он тупо отклонировал 11 аллелей алкоголь-дегидрогеназа, драктофилы, и опубликовал ученую статью, значит, о последовательности 11 аллелей гена алкоголь-дегидрогеназа, который в каковой статье он наблюл 44 полиморксных локуса. Вот, и это была, значит, новая эпоха. С этого момента началось изучение генетической изменчивости на уровне последовательности. Вот. Здесь много интересного. Интересно то, что Ливантин был учеником Добранского, руководителем диссертации Ливантина, был Добранский, а руководителем диссертации Крейтмана был Ливантин. То есть, вот, инверсии, потом электрофорезы, потом ДНК, это, значит, передавалось от учителя к ученику дочек. Такой лютый интерес полиморфизма. И, конечно, это работы, которые заслуживают Норбльской премии, потому что Норбльская премия дает по биологии черное кому и черное за что. Кто-нибудь может вспомнить, кому дали Норбльскую премию по биологии за 5 лет? 5 лет назад. Я понятия не имею. Вот. А тут, так сказать, оказалось, что изменчивость чудовищно высока. В 1950 году дедушка Мерлер опубликовал такую классическую основополагающую работу под названием «Наш груз мутаций» – «Our Lord of Mutation», в котором он утверждал, что каждый гетеродящийся гетерозиготин по 8, почему-то у него получилась цифра 8, по 8 рецессивно-вредным мутациям. То есть, ну, в генетике есть такой термин – аллели дикого типа. Все эти ансостральные старые аллели еще можно называть аллелиями дикого типа. И вот у меня во всех моих локусах аллели дикого типа, и только в 8 локусах я гетерозиготин. Оказалось, что я не в 8 локусах гетерозиготин, если у человека 1 тысячная, а во мне 3 миллиарда нуклеотидов в геноме, 1 тысячная от 3 миллиарда дает 3 миллиона. То есть, Мерлер ошибся ровно миллион раз. Что, значит, было показано сначала на белках, и потом, значит, уже на уровне ДНК. И если это не есть Нобелевская премия, то я не знаю, за что давать Нобелевская премия. Причем Левонтин еще жив, ему сколько там. Сейчас я скажу вам. Когда я здесь был на Конгрессе в 78-м году, это была моя первая возможность в жизни увидеть, так сказать, коллег, когда сюда вдруг пустили в всяких, значит, ручанах. Ему было 49 лет. Друзьян 30-го года. То есть, ему 85 лет, Левонтин. Ну, значит, можно 20 лет запросто прискрывать или 30-го года. Вот. А Крайтман вообще мой ровесник. Так что еще там некоторое время можно подождать и дать Левонтин от Крайтман на Нобелевскую премию. Вот. Значит, ну вот это данные из той же таблицы, значит, не из той же таблицы, а из той же породы. Здесь исключительно важная вещь написана. Мы выведем эту потрясающую формулу, используя, ее можно по-разному вывести, мы используем теорию коалицентной, значит, если нет отбора, это опять-таки нейтральная теория, если нет отбора, то в популяции вот это вот генетическое разнообразие, доля несовпадения между двумя случайно выбранными геномами РОНа, 4 НЕ. 4 – это 4, МР – это скорость мутации, АНЕ – это такая ужасно важная вещь, называемая эффективной чистенькой популяции. Вот. И, соответственно, если мы измеряем изменчивость в нейтральных сайтах, то мы измеряем вот это вот произведение. И много-много лет было такой хорошей традицией во всех статьях плакаться, что вот мы измеряем произведение, а по отдельности померить НЕ и МУ мы не можем. Значит, НЕ – это такое достаточно хитрое, ну, умеряя хитрое, я надеюсь, что, может быть, мы даже завтра на него доберемся, умеряя хитрое понятие из теории. Это, ну, давайте прямо сейчас дам определение, вы его можете на неделю забыть. Эффективная численность популяции – это численность рейт-фишерской популяции, в которой дрейф происходит так же, как в твоей реальной популяции. То есть, если у меня есть какая-то реальная популяция, поскольку в ней там неизвестно сколько особей, а дрейф в ней происходит так же, как он происходил бы в рейт-фишерской популяции, чистостью миллион, то мы говорим, что эффективная чистость моей популяции – миллион штук. Вот. Это некая характеристика интенсивности дрейфа. И померить его напрямую абсолютно невозможно. Вот ты пришел в популяцию и задаешься вопросом, а какая у нее эффективная чистость? Видимо, не существует способа, так сказать, взять ее и померить. А там взять берданку и там выстрелить по этим воробьям, их там их сто штук завалить, и потом, значит, взвесить – это не поможет. Вот. А мю – это скорость мутации. И я потратил много лет своей жизни, года четыре, разводя немыслимое количество мух, я буду воплощаться теперь в мутантную муху, следующее, это самое, много-много воплощений. И, значит, рассматривая их глазки с целью померить скорость мутации. Вот. И вся эта деятельность оказалась никому, к человекам собачьим, не нужной. Почему? Кто разные? Нет, потому что муху не надо мучить в таком количестве. Можно взять папку муху, мамку муху и дочку муху, и всех их к свиням собачьим рассеквенировать, и по отличиям увидеть мутацию. Методы секвенирования стали настолько дешевыми, могучими и аккуратными, что это можно делать. И в результате мы можем померить скорость мутации, вот этот параметр, ну, мы его можем померить напрямую. И сейчас все, кому не лень, меряют эти, значит, параметры. Вот мы для нашего гриба взяли и померяли. И тем самым H, наблюдаемая из популяции, легко. Мы берем много организмов, секвенируем их генотипы и сравниваем. А M, наблюдая, M, измеряемая по прямому сравнению генотипов родителей и потомков. Тем самым мы можем извлечь из этого уравнения эффективную численность популяции. И это такой абсолютно радикальный прогресс в популяционной генетике, который сделался возможным, потому что мы теперь можем тупо измерять скорость мутации напрямую. Вот. Значит, это, к этому мы вернемся. На каком расстоянии дохнут ли эти дезэквилибриные? Ну, к этому мы должны вернуть. Так. Вот это вот все на Савинии. Я ее к чертам собачьему беру. Здесь должен быть наш гриб с шизофилом. Новый, значит, рекорд свет. Но, значит, вот тут большие растут стволы, покрытые такими мелкими грибами, вот прямо когда выходишь из хода. Это гриб с шизофилом. Он не самый. Самый злоидручий с шизофилом живет в Америке. Видимо, он из Америки пришел сюда, и там популяционная изменчивость выше на 20%, на 30%. Так что русский шизофилом занял бы второе место после цена рябрицы с брейнерами, а американский шизофилом бьет цена рябрицы с брейнерами. Вот. Значит, да, значит, одна тысячная отличие между двумя людьми, а между двумя шизофилами 200 тысячных, значит, 20%. То есть генетически меньшую популяцию этого шизофилома в 200 раз больше, чем у людей. А между человеком и шимпанзе отличие чуть-чуть больше 1%. То есть, опять-таки, отличие между двумя грибами шизофилом в 20 раз больше, почти, в 15, чем между человеком и шимпанзе. Ну, ясно, что это, так сказать, такое, ну, грубое мере, потому что отличие, отличие, но вот так вот. Так, значит, вот иллюстрация того принципа, о котором я говорю. Значит, псевдогены, красные – это дрозофилы символенс, а синие – это видов шестерляна. Это уровень изменчивается. В псевдогенах он очень большой, в четырехкратно выраженных синонимических сайтах тоже большой, а вот в невыраженных, значит, сайтах белоккодирующих он самый маленький. Витерарус, вот такой, значит, в общем, чем более важный сайт, тем меньше в нем это ничего. Еще очень интересная наука о том, как изменчивость по длине хромосомы. То есть, видите, голубая – это замены, желтая – это вставки, а лиловая – это выпадение. это левое плечо второе хромосома муки дезафила, это правое плечо. Это, если я не борюсь, да, теломеры и центромеры. Значит, теломеры и центромеры левое плечо, и центромеры и правое плечо. Видите, уровень изменчивости низок у теломеров и центромеров, и таким вот горбом в плече, в середине плеча и меньшее самое большое. И уровень изменчивости локально определяется скорость рекомбинации на нуклеотид. Мы можем посчитать скорость мутации на нуклеотид, а можем посчитать скорость рекомбинации на нуклеотид. То есть, какой вероятностью Крюсенгург пройдет между двумя соседними нуклеотидами. Ну, где-то там 10-7 этот параметр у мухи, но он сильно меняется по геному рекомбинации в теломеры и процентромеры существенно меньше. И нынче, в чем-то меньше. Это так называемый эффект бегуна Аквадра. Когда бегун этот эффект открывал, будучи еще аспирантом, он гад прогуливал мои занятия. но что ж поделаешь, такие эффекты они каждый день открываются. Вот. И на самом деле до сих пор никто не знает, почему это так. То есть, есть всякие соображения, почему это может быть так, но точно никто этого не понимает. Чуть-чуть забегая к краю, скажу, что эффективная численность популяции вообще говоря, может меняться вдоль генома. То есть, с точки зрения локуса, сидящего вот здесь вот и локуса, сидящего вот здесь вот популяция может быть разной величины. Такое, многие даже ученые это не понимают. Вот нам рецензенты писали, почему у вас в разных местах разная численность популяции. Она вдоль геномосомы может быть разная. И связана с отозреваемой Хилл-Робертсоновской интерференции. Значит, ну, надеюсь, что мы про нее поговорим. Вот. Значит, дальше есть замечательная наука о частотах аллелей. Мы до сего момента про частоты аллелей вообще ничего не говорили. Говорили только про вот эту величину H виртуальную гетерозикотность. Но представьте, вот две популяции из четырех особей. Здесь у меня четыре полиморфных локуса и в каждом частота производного аллеля красненького равна одной четверти. Здесь один С на 3 Т, один А на 3 Г и так далее. А здесь у меня только три полиморфных локуса и в каждой два черненьких и два красненьких. Так вот, в этих двух популяциях H будет одинаково. Если я не навел, я вроде бы аккуратно посчитал, H будет одинаково в этих популяциях. Но это же разные популяции, у них же изменьшую частоту и по-разному. Здесь меньше локусов с более высокой частотой производного аллеля. Здесь много локусов, значит, больше локусов с меньшей частотой производного аллеля. аллеля. Поэтому H это такая интегральная характеристика, которая ничего нам не говорит о том, за счет какой частоты аллелей мы получаем нашу генетическую изменьшимость. Ну и вот частота лечения. Пишет minor аллель фреквенции, в общем, более кошерно считается писать derived аллель фреквенции, то есть смотреть, определять, какой аллель новый и писать частота производного аллеля. Значит, для Рубизопсиса показано вот что. Значит, красное это теория. Теория это тупое обмычание частота единицы на х. Нет, определение единицы на х следует из модели бесконечного числа сайтов Кимуа и Ротта, которые получили, решая обратное равнение калмагору. Это замечательная совершенно теория. Ну, может быть, мы успеем что-нибудь про нее сказать. Вот. Значит, это то, что мы ожидаем единица на х, где х это частота производного аллеля при нейтральности, ну, и там, при постоянной числице популяции. А зеленое и синее то, что мы видим в реальности. Зеленое для синемических сайтов, а синее для несинемических. Мы видим, ну, ясно, что функция единицы на х вообще говоря, значит, здесь полос, но, там, мы совсем к нему не приближаемся. Значит, видно, что в реальной жизни имеет место, даже по сравнению с единицей на х, имеет место еще дополнительный избыток редких аллелей. и этот избыток больше в несинемических, чем синемических. Этот избыток редких аллелей, это большая интересная наука, потому что он может быть вызван отбором, отрицательным отбором, который эти, значит, новые аллели обижают. А может быть вызван еще всякими хитрыми причинами. и то, что в синемических сайтах мы тоже видим довольно существенный избыток, ну, можно сказать, что значит, что здесь дело не в отборке. На самом деле синемические сайты не полностью нитаряны. В общем, избыток редких аллелей по сравнению с теорией, которую нам предсказывает единицу на х, это тоже такое распространенное свойство всех полиморфизмов, которые имеют значит, и которые не описываются в терминах аж, потому что аж про частоту аллеля ничего не знает. Мамочки, вот это текст. Так, значит, теперь рассказ про большие полиморфизмы. Значит, мы говорили про маленькие полиморфизмы и теперь здоровые полиморфизмы. Значит, открыли здоровые полиморфизмы дедушки Даджанский из Тёртунс, воспользовавшись полиморфизмными хромосомами мухи. А дальше оказалось, что их изучать сложно, и по-настоящему за них взялись только лет десять назад, когда секвенирование достигло таких высот, что уже стало возможным их безо всяких полиморфизмных хромосом просто по генотипам ощутиваться. и люди стали изучать эти большие полиморфизмы и обалдели, потому что оказалось, что их немало штук. Это не самая последняя работа, но она такая презентативная. Значит, это выборка 270 человеческих генотипов, а значит, это человеческие хромосомы, 22 плюс половые и это где полиморфизмы были найдены. Значит, синенькие это которые нет дупликации, зелененькие это которые дупликации. Сегментная дупликация по-моему это то же самое что тандемная дупликация. Значит, какой-то кусок возначить удвоился. Значит, многие это удвоение кусков, но не все. И синенькие, и зелененькие. А это частота. У этих уродов, которые занимаются популяционной генетикой потрясающая есть манера частоты мерить не от уля до единицы, а в целых числах. 100 это не частота. Частота 100 поделить на 270. Но хайдер с ней. И видим, что многие из них довольно частые. А длина этой фигушки это длина полиморфизма. Коротенькая это меньше 10 тысяч, сайдингом это порядка 100 тысяч, а это порядка миллионов. И как вы видите, многие из этих полиморфизмов просто длинные. и если я не беру, у меня что-то заскок неожиданно произошел. По-моему, если взять два человеческих генотипа, по-моему, общее ожидаемое количество длинных полиморфизмов с длиной каждого больше 10 тысяч, по-моему, около тысячи. 12 миллионов нуклеотидов будет покрыто вот этими длинными полиморфами локусами, если я сравниваю пару геномов. 3 миллиона нуклеотидов будет покрыто СНИПами, поскольку одна тысячная СНИПы 3 миллиарда, одна тысячная 3 миллиона. И в 4 раза больше будет покрыто относительно небольшим количеством, сотнями длинных полиморфитов. Так. Ну, и инверсии. Вот это вот в работе по Сионе Савиньи Миша Бурдной и коллеги изучили инверсии. Они взяли, поймали одну толстую Сионе Савиньи, которая была изображена, и поскольку мамка с папкой настолько сильно отличаются друг от друга, то мамку и папку удалось собрать отдельно. И дальше увидели кучу, значит, инверсий. А с грибом с шизофиломом легче его можно выращивать как гоплойду, поэтому отличать мамку и папку не нужно. Это огромное облегчение, когда ты выращиваешь такого гриба. Если кто хочет поворачивать гриб с шизофилом, у нас ужасная проблема, некому выращивать гриб с шизофилом. Я его выращивал в Америке, а сейчас у меня сил уже нет его выращивать. И я сейчас привез кучу американских грибов, если кому хочется поворачивать грибы, потому что мы хотим, вот то, что сделала Маша, это по 12 грибов американских и российских, а сейчас мы их собрали еще по 150 штук и хотим сделать большие выборки, потому что это абсолютная сокровищница данных по популяционной изменчивости. Для этого их надо тупо выросить. Берешь плодовое тело, вынимаешь из него одну спору, сажаешь на чашку петра и выращиваешь гаплодинами целей. Дальше он растет на разбавленной водке. Водку разбавляешь 20 раз, кладешь туда эти мицели и ставишь на качалку. Вырастают такие ежики, потом ежиков отдают Маше, а Маша их забивает и сипренирует. Вот. Все, что нужно сделать, это вырастить 300 ежиков. Вот. Хорошо. Есть еще понятие пространственной структуры, давайте мы дальше доберемся. Значит, вот эта вот картинка. Это географическое расстояние, это червяки в Китае, цинораблицы спиши с фарик, даже его не описали по-латыни, но какая-то почвенная нематода цинораблицы. А это генетическое расстояние только в синонимических сайтах между разными парами червяков. Ну, вот вы видите, что с ростом географического расстояния генетическое расстояние растет, но ужасно медленно. Это ужасно интересная закономерка. Есть твары, у которых географическая структура популяции сильно выражена. Там, берешь улиток с одного камня, они похожи, берешь улиток с соседних камней, они похожи гораздо меньше. А есть твары, у которых географический изменчивость практически не выражена. Вот этого гриба шизофилума мы собирали его под Москвой, ну, что под Москвой, вот здесь вот, в МГУ, в Петербурге и в Калуге. И два гриба соседних пней в МГУ не более похожих на на дорогу, чем гриба с МГУ и гриба с Петербурга. И то же самое в Америке. В разных точках Америки они абсолютно из одной бочки розыгры. А американские и европейские отличаются достаточно сильно. То есть внутри континентов у них географическая структура практически отсутствует. А есть у которых географическая структура сильно ряда. Ну, значит, в данном случае географическая структура слабенькая. Так, хорошо. Значит, теперь этот весь разговор был про генетическую изменчивость на уровне отдельных локусов. Мы про связи между локусами ничего не говорили. Теперь следующая наука взаимосвязи между локусами. мы уже ввели концептуальную концепцию нам потребную для изучения этого дела именно этот самый Д невиновесие по сцеплению. зачеркнул вот да, вот она здесь нарисованная ДД, почему-то здесь я маленький локус нарисовал. Значит, вот это случай независимости, а это случай зависимости. Распределение аллели в разных локусах. Значит, здесь замечательная разница между бесполыми и половыми популяциями. Вы, когда обсуждали макроэволюцию, вы построение филогении осматривали? Блин. То есть, не было ни максимальной экономии, ни даже не знаю, как быть тогда. замечательно выкроет некое время. Давайте подумаем. Может быть, когда поговорим про коалифицирую, когда будем говорить про коалифицирую, там есть замечательное совершенно сопоставление между филогенетическими диагиями и королевшантными диагиями. Может быть, я чуть-чуть про это расскажу. Значит, значит, но я хочу сказать очень простую вещь, что если у меня имеет место понятие гомоплазии вводилось. Ну, вот происходит у меня какая-то революция и замены бывают дивергентные, замены бывают дивергентные, параллельные и конвергентные и обратные. Вот у меня есть какой-то общий порядок. МРЦА, Монтурисим Коммоненцистер. И у него, допустим, мы рассматриваем два локуса, А и Б, и пускай у него были маленькие буквочки. А дальше у меня живут разные генотипы, и у меня в локуце А произошла мутация маленькая превратилась в большую. Если у меня такая же мутация произошла независимо в другом генотипе, вот если она нарисована, здесь бы маленькая превратилась в большую, здесь бы маленькая превратилась в большую, то это называется параллельная эволюция. И либо у меня А маленькая превратилась в большую, а потом А большая обратно превратилась в маленькая. Значит, это будет реверсия, обратная мутация. И вместе реверсии параллельной мутации, ну, и конвергенции, которые бывают, если больше двух аллелей, вместе называются гемоплазии, а если у меня каждая новая аллель возникает только один раз, то тогда мы говорим, что эволюция у меня дивергентная. И вот представим себе, что у меня каждая новая аллель, каждая новая мутация происходила только один раз. Тогда у меня при бесполом размножении будет максимальная завязанность аллелей в разных локусах друг на друга. Ну, вот смотрите, значит, у меня в общем порядке моей популяции было А маленькая, В маленькая, и вот здесь у меня произошла одна мутация, здесь вторая. Что у меня получится? У меня получится, что аллель Б-большое, производный аллель Б-большое, который возник по легенде позже, он у меня будет, как говорится на филогенетическом языке включен, Нестер по-английски, включен в аллель А-большое. То есть Б-большое бывает только у некоторых из тех, у кого есть А-большое. И ясно, что в этой ситуации у меня завязанность этих аллелей А-большое и Б-малень, завязанность между локусами А и Б максимальная. У меня Б-большое вообще без А-большого не бывает. И чтобы у меня Б-большое возникло без А-большого, опять-таки, в бесполном случае, надо, чтобы у меня была гомоклазия, чтобы Б-большое возникло независимо и здесь, и здесь. Тогда это может быть. Это значит, и когда мы видим вот такую вот картину, когда одни производные аллели включены в другие производные аллели, мы говорим, что популяция имеет клональную структуру. И это является признаком того, что в популяции отсутствует половое вознажение. Вот сейчас у Оли Вахаршева еще вырастут две коловратки, она их забьет и, значит, получится у нас с Божьей помощью 8 геномов дулоидной коловратки и то, на что Оля будет смотреть, есть ли у них клональная структура у этих 8 геномов. Вот. И у многих породных популяций бактерий, в частности у Шарихи и Экули, структура очень близка к такой клональной. Не у всех, потому что некоторые бактерии, у них такого классического полового процесса нет, но они обмениваются, там, жрут ДНК из окружающей среды, и там бактерия сдохла, а потом ДНК кто-то сожрал и стрелил с Евгеном. И получается эффективно достаточно такие обменные популяции. Вот. Но значит, если у меня происходит генетическая рекомбинация, если у меня есть ауткорсинг, прекрасная оплодотворительная рекомбинация, то вся эта история, изображенная вот здесь вот, полностью разваливается. У меня один раз произошла мутация из-за большого, из-за маленького, извините, в-а большое, один раз произошла мутация из-бы маленького, в-большое, а дальше эти вот такая скотина с такой скотиной скрестилась и получила рекомбинацию. Значит, может быть, я переусложнил. Понятно, что если у меня происходит перекрестное оплодотворение с рекомбинацией, то оно будет убивать отклонение от недависимости в распределении значит, в распределении аллели в разных локусах. Вот. И дальше возникают вот такого рода картинки. Это значение этого самого коэффициента d, характеризующего степень отклонения от независимости в распределении аллели в разных локусах, а это длина вдоль хромосомы, просто там в тысячах нуклеотидов. И на небольших длинных для локусах, которые близко друг к другу, имеют место существенная независимость, а дальше эта независимость падает до нуля. Здесь это не совсем... А, ну это ноль практически. Там есть всякие выборочные эффекты, но, так сказать, если достаточно большая выборка, то это d просто тупо падает до нуля. Вот. И это то, что мы наблюдаем во всех половых популяциях, вопрос только в том, на каком расстоянии происходит эта рендомизация. Как далеко друг от друга по хором осаме должны сидеть два локуса, чтобы распределение аллели в них было уже более-менее независимым. Забавным образом у человека у негров это расстояние меньше, чем у белых. У негров, по-моему, примерно 50 тысяч нуклеотидов между локусами, чтобы для этой пары локусов была независимость в распределении холлели. А у белых нужно порядка 100 тысяч. И связано это с тем, что белые это негры, потомки негров, которые 100 тысяч лет назад рванули из Африки и в ходе этого дела страдали от случайного дайка, который может вызывать нервное сопоцепление. Вот. Значит, сухой осадок заключается в том, что в бесполых популяциях имеет место клональная структура, то есть распределение встречаемости одних производных аллелей ограничены встречаемостями других производных аллелей, которые возникли раньше, а в половых популяциях все размешано на достаточно больших расстояниях. Вот. Это первое приближение и то, что должен знать среднеамериканец ПО по совместному распределению аллелей в анатолбус. Так. Теперь фенотипические появления мендерских изменчивости. Это, в общем-то, все хорошо всем известно, но давайте я совсем быстро по этому пройду, потому что это такой перебрасывает мостик хороший между теми простыми вещами, которые мы сейчас обсуждали и той достоиншиной, которая будет потом. Значит, вот мы можем смотреть с точки зрения генотипов, значит, как генотипы дают фенотипы, можем с точки зрения фенотипов, но это посмотрим и так и так. значит, если мы смотрим с точки зрения молекулярной функции, мы будем думать о производных аллелях, о новых аллелях. И с точки зрения молекулярной функции, новый аллель может быть функционально нейтральным, приводить полные или частичные потери функции, или какую-то новую функцию создавать. И примерно 20% несинемических замен меняющих аминокислоту, примерно 20% аминокислотных замен функцию белка просто убивают. Это если мы рассмотрим свежие мутации. Вот у меня стукнула мутация белокодирующих ген, и 20% случаев функция этого гена просто белок не будет работать. А как вы думаете, среди тех мутаций, которые мы видим в популяции, доля вот таких полностью уничтожающих функций будет больше или меньше? Меньше, потому что если ты болтаешься популяцией, ты, наверное, не такой выбор. Это наверное. Вот. Хорошо. Это первое, но это всякие мутации. Да, вот это вот картинка, которая никому не нужна, но это как выглядела, как выглядят картинки на электрофарете. Вот видите, их отсюда запускают, и потом они вниз идут под действием электрического поля, это фермент, он живой, а потом делают такую химию, что там, где этот фермент работает, появляется окраска. Вот это медленно мегрирующий генотип, а это быстро мегрирующий, это гомозигота по-медленному аллелию, потому что он медленно шел, до сюда дошел, а это гомозигота по-быстрому, он быстро дошел, до сюда дошел, а это гетерезигота, видите, они есть у Бажира. Это отличная наука. Сейчас найти оборудование для этого белкового электрофореза можно только в музее технике стоить 100 миллионов долларов. А вот это то же самое, но у гетерезигота три полоски. Видите, это медленный, это быстрый, а это три полоски. Кто-нибудь может догадаться, почему у гетерезигота три полоски, а не две? Здесь две, а здесь три. Почему? Не слышал? гетерезигот. Гетерезигот, совершенно верно, это демер. А если это тетерезигот, то у гетерезигота будет пять полосок. Все это дело наблюдали и балдели отчасти. Это дедушка Леонтин такими картинками всех замучил. Так, значит, а если мы теперь смотрим не на молекулярную функцию, а уже, так сказать, на такой наружный фенотип, то опять-таки производный аллель может быть фенотипически немым, так сказать, нейтральным, не появляющимся, может быть слабым или количественным, и может быть качественным, или видимым, или жестовым. Вот. Обычно видимые мутации оревки, видимые аллели оревки, индивидуально видимые, вот знаменитый эксперимент, в зале корей стали берать больших и маленьких, за 50 поколений получили пятократные отличия. И дальше проанализировали, какие же гены за это отвечают, много-много генов отобралось, но там средний ген увеличивал вес на 20 граммов, средний аллель менял вес на 20 граммов. То есть такой ужасный эффект вызван был за счет отбора большого количества аллелей с индивидуально только количественными эффектами. Но вот это такой промежуточный случай, это уже такой качественный отличие. Это нормальный дикий помидор, это выроды, которых мы едим. ну еще всякие жалостные характеристики про муху. Вот, да, а видимых мутаций относительно немного. Ну вот у человека это синдром Акерта, а это алкоптонарии вот. Такие значит пятнышки откладываются на эгоэрисе. Вот. Качественные мутации легко открыть, появляется муха с белыми глазами, и тут не надо быть большим ученым. А мутации количественные были открыты несколькими людьми в начале 30-х годов. Тимофей Фаисовский и Юлий Киркес изучали, и вроде бы у Киркеса были самые аккуратные опыты, и он показал, что доля если облучать муху рентгеном, то мутации с малыми количественными эффектами появляются минимум в 3 раза больше, чем мутации с индивидуально видимыми эффектами. Это такие эпохальные были работы, потому что вообще существование мягких количественных мутаций порогных совершенно не очевидно. И после этого в течение 30 лет этим толком никто не занимался, а в 30-е годы Этаруми Мукай провел ужасные опыты и показал, что количество мутаций в 50 отряд больше, качественных. Так, асфомулятор завязан, отряд вот. Это ужасная позорная ошибка. Я почему-то думал, что сворачивание языка в трубочку, кто может из-за трубочку? А я не могу. Вот, что это моногенный признак. Вот ни хрена подобного. Тоже будет странно. Но у человека вообще удивительным образом, у человека моногенных признаков, которые торчат на поверхности, вообще просто нет. Я вот думал, что глаза, язык сворачивать в трубочку, это моногенный признак. Оказалось, что это неправда. Единственное, что серая в ушах может быть сухая, может быть не сухая, это вот это моногенный полиморфизм. То есть у человека чертова куча моногенных полиморфизмов, но это все мендельские болезни. То есть один вариант заведомо плохой. А чтобы оба варианта были хорошими, здоровыми, такого просто человека практически нет. Ну вот есть вот знаменитые гармония аксервидис, которые изучал Добжанский, пока он еще отсюда не свалил. Значит, это моногенные полиморфизмы. Это все разные аллели одного локуса в этой замечательной дальневосточной божьей коровке гармонии аксервидис. Ну тут уже это некая изотерика. Популяционной генетике слово доминантный используют совершенно неправильно. Не в мендельском смысле. Что значит доминантный по мендельу? Аллера большая доминантная, потому что фенотип гетерозиготы совпадает с фенотипом гомозиготы. Правильно? Почему мы называем А большая доминантная? Потому что этот совпадает с этим. а вот это ахондрофлазия у человека и мы говорим что это болезнь доминантная потому что не потому что эти два совпадают а потому что этот отличается от этого. Но по менделю мы бы могли называть эту болезнь доминантной только если гомозигот по ахондрофлазии имел бы такой же фенотип как гетерозигот. А это совершенно не так. Гомозигот по ахондрофлазии умирает на третьем месяце беременности и соответственно это никакая не доминантная с мендельской. Но вот когда говорят доминантная болезнь это просто неправильно. Но все так говорят. Ну то есть не знаю понятие доминанта с по менделю по менделю аллель называется доминантом если его появление в гетерозиготе и гомозиготе совпадает антипическое. А у человека в болезнях человека такого по-моему просто не бывает. то есть если аллель настолько плохой что он вызывает патологический фенотип даже в гетерозиготе в гомозиготе он несовместим жизнью. Ну вот так вот. ну и всякие рассуждения про аллели с точки зрения приспособленности на эту тему можно много давайте мы отложим это до того момента когда мы будем говорить про отбор но единственная забавная вещь сколько экзессивных летали в геномерах поскольку мы гетерозиготные поскольку мы диплоиды мы не можем позволить себе нести доминантную леталью если я несу доминантную леталью то я по определению померяю а экзессивных леталью можно по-разному ставить опыт но проще всего просто инбридинг сделать там у дрозофилы есть всякие хитрые балансерные хромосомы которые можно использовать а можно просто поставить два поколения инбридинга иначе посмотреть кто там померяет и аж в 20-е годы всякие классики дрозофилийной науки померяли количество экзессивных леталий и экзессивных видимых мутаций то есть муха не дохнет но там сразу видно что с мухой что-то не так и оказалось что примерно ну в разных популяциях там от половины до трех экзессивных мутаций с такими мощными патогенными эффектами в основном просто летальных на скотин вот и удивительным образом после этого в 80 лет никто ничего подобного сделал у позвоночных и от нашей работы с 2002 года мы то же самое сделали с двумя видами и оказалось то же самое там 1-2 экзессивных летали на генотипы отрессанные нечестно вот ну а про вредные мутации ну давайте два слова скажем сколько простой советский человек несет вредных мутаций ну скажем меняющих белок мы все говорили там 30 мутаций извините 3 миллиона мутаций на геном но это все там всякие энтероды всякая ерунда вот давайте возьмем мутации которые меняют аминокислоты какая сколько я несу мутации сколько я несу я нехорошо говорю слово мутация в общем употребляю только для совсем свежего аллеля вот жил аллель произошло мутационные процессы сработало и это будет мутация а если я это несу и там унаследовал от моей прабабушки ну будем называть не мутация о производном аллеле так вот сколько я несу производных аллелей из меняющих аминокислотные последовательности моих голов ответ 11 тысяч из этих 11 тысяч аллелей считается что 10 тысяч это аллели нейтральные и примерно тысяч это аллели вредные ну то есть так однозначно сказать нельзя естественно там нету такой грани что такие вот нейтральные такие вот военные но примерно примерно так тысячи существенно военные а значит 10 тысяч нейтральные и еще больше стая несу аллелей которые обрезают мой голов с нонсенс с нонсенс с заменами значит в середине этого белка вот то есть получают всякие должны получаться обрезанные белки казалось бы эти обрезанные белки уже ничего не делают они точно совсем сломанные вот до вчерашнего дня так считалось а вчера надо показалось что может быть они тоже что-то делают там что-то непонятное происходит вот но а как я вообще могу жить на белом свете если я несу тысячу аминокислотных замен которые портят мои белки и что было бы если бы давайте еще две минуты повторяю на эту тему и после этого мы делаем перерыв и перейдем уже к фенотипическому меньшинству что будет если да хотя вот из этих двухсот нонсенс примерно двадцать в гомозиготе то есть двадцать моих белков гомозиготных чертям собачьим обрезанным и как-то я без них обхожусь ну вот давайте зададимся таким вопросом нет ну ясно почему ясно что они не смертельные действительно большая часть они большая часть они в гетерзиготе давайте зададимся вопросом а что будет если взять и все эти вредные аллели производные аллели подчинить обратно к социальному состоянию к никому типу какой получится человек какой у него будет фенотип ответ никто просто не знает потому что распределение поассоновское то есть примерно гауссово то есть тысяча плюс стандартное отклонение 30 да стандартное отклонение 30 и соответственно там у всех людей которые жили сотворение мира там было 900 до 1100 то есть как выглядит человек у которого таких военных аллелей ноль геном мы просто не знаем ясно что ему от этого будет хорошо но там у него простуда будет случаться полтора раза реже или он там будет не знаю кто там бывает Перельмана Карлсон и Федор Чаренков в одном лице этого мы не можем сказать потому что таких людей не видели но таких людей очень скоро выведут слышали был ужасный скандал в Нейчер сейчас пишут статьи что ни в коем случае нельзя модифицировать человеческие бороды ну и я согласен на том смысле что сейчас просто эти методики не работают хорошо и так сказать экспериментировать на людях в общем это такое дело надо делать со старого но не обязательно на людях давайте начнем на мышах или там кого не жалко тут очень интересная история когда Мерлер открыватель половины того о чем я вам сегодня рассказывал значит сбежал не сидел с людям Довжанский сбежал из Советского Союза в Америку это понятно а Мерлер сбежал из Америк в Советский Союз потому что он был коммунистом видите ли и значит соответственно его выгнали с работы за то что он коммунист он попытался покончить жизнь самоубийством но значит выпил слишком много таблеток его откачали и тогда он сбежал Советский Союз и все было вполне сягино и прибежав в Советский Союз он написал Алису Сеяновичу Сталину большое письмо сказал что вы тут занимает все ерундой а надо всех русских теток оплодотворять с кроме нобелевских лавиатов и тогда выведутся такие пролетарские коммунисты что будет просто типа зашибись это письмо откопали в президентском архиве не так давно оно есть в интернете совершенно ужас полный и Мерлеру повезло что Сталин вместо того чтобы воплотить жизнью его программу начал наоборот отцеливать генетиков потому что значит ну в общем оприцариваем себе что Сталин сказал бы отличная идея и дальше значит было бы значит черное что вот но в этом письме среди прочих глупостей и гадостей Мерлеру написал что вот единственный значит способ улучшить человеческую породу это вот такой вот значит отбор но мы же не будем там детишек молодых бить топором по голове потому что они плохие он будет такой проводить хороший отбор ведь русские тетки они очень умные они сами будут счастливы чтобы их оплотворили и вывести еще больше молодых строителей коммунизма вот но и там он написал потому что альтернатива значит вот такой значит программе он сказал что это не Евгеник Евгеник это очень плохо а он предлагает очень хорошо ужасная демагогия но он говорит альтернатива это целенаправленное изменение генетических значит генотипов а это ведь является утопией которой будет технически невозможно еще много тысяч лет значит прошло 80 лет и соответственно модификация генотипов начинает сейчас развиваться и ну никто не знает как будет развиваться технология но никаких законов породы которые запрещали бы модификацию генотипов нет и я скорее удивлюсь если через 100 лет я думаю что через 100 лет можно будет натыкать последовательность хромосомы в компьютере дальше нажать на кнопку и тебе это хромосомы сделают а дальше столько будет разборок на тему насколько это все этично и гуманно и пока европейцы будут спорить этично и гуманно китайцы под руководством славной коммунистической партии подсвет сделают и всех сажают а может быть нет я в отличие от Мерлера не берусь предсказывать будущее но в общем это очень поучительно добудьте письмо Мерлера Сталина это жуткая совершенно история и если прежде чем ученые захочут вылезти из своей раковины и начать спасать человечество очень полезно такое письмо перечитать и подумать хочется что ты это делаешь так хорошо значит какой сейчас первый положен по понятиям